поддержка бойцов в зоне специальной военной операции стала не только рязанским но и всенародным делом общий вес гуманитарной помощи отправленные в зону сву исчисляется наверное десятками тысяч тонн о том что нужно бойцам сейчас поговорим с романом кондрашовым студентом волонтером волонтерской роты здравствуйте вот расскажите да как сколько у вас было командировок путешествий туда и путешествием это назвать сложно ездил дважды первый раз в днр второй раз в лнр столицы этих регионов работали там в военных госпиталях с бойцами то есть там нужно все на самом деле любая помощь приветствуется и поэтому надо помогать нашим бойцам давайте начнем да по порядку вот первая командировка как собирали что собирали собирали сами бойцы как-то просили что-то да вот она все получилось очень спонтанно то есть мне позвонили за два дня до выезда то что вы сказали не хочешь ли поехать я спросил куда они говорят донецк отлично отключился с одного звонка позвонил своим ребятам из пятнашки кого я знал и говоришь ребята что вам привезти пока есть возможность ну там были обычные то есть какие-то бытовые вещи и еще вот одна просьба была бойца ибупрофен у него очень сильно болел зуб а там ибупрофен потому что донецкая народная республика там лекарства немножко другие скажем так вот такие бытовые вещи сам себя и очень быстро собрал то есть тревожный чемоданчик всегда был наготове просто в рюкзак все положил и поехал в москву уже с москвы мы выезжали столицу днр первое впечатление когда в донецк прибыл что как она как будто попал по ощущениям когда мы въезжали вспоминая рассказы там родители в 80-е то есть вот настолько похоже было но у нас не привычно на нашему глазу мы привыкли то что нас уже достаточно все выглядит современно красиво а там где-то въезжаешь какого в куйбышевский район въезжаешь как будто это сталинград то есть а в каких-то местах достаточно вот как на проспекте кальмиуса там очень красиво это центр города вот но по ощущениям как будто жизнь там остановилась году так в двенадцатом в одиннадцатом потому что картой нигде не оплатишь то есть мир пэй на телефоне вообще никто не слышал ну они как бы слышали люди но таких терминалов ничего нет то есть либо наличка либо что интересного встретилась польская кока-кола вот но то есть такого магазине а по обстановке если то есть вот прилеты может быть обстрелы вот и да такая общая атмосфера всего но звуки прилетов и отлетов там слышно постоянно притом я думаю в любых точках города и люди очень такие уже как бы спокойные привыкшие к этому мы приехали то есть мы очень она насторожились когда тут прилету непривычно казалось бы вот но потом тоже через две концу второй недели уже было все равно на то что там происходит ну стреляют и стреляют пусть стреляют а люди ходят очень осторожненько так на самом деле под ноги смотрят никто не ходит по газонам только по тропинкам натоптанным там где-то потому что асфальта там местами его просто нет и я только потом понял почему ходят по тропинкам потому что в ноябре кажется 22 года вооруженные силы украины закидали донецк лепестками мина размером с зажигалку наступаешь очень плохие последствия для ног и люди осторожно ходят передвигаются там где только видно ночью только с фонариком опять же там не чаще всего даже по проезжей части чтобы точно знать что там ничего нет никаких сюрпризов то есть люди живут как бы сказать постоянно в напряжении и потом когда оттуда приезжаешь в город в рязань и видишь насколько люди расслаблены и их ничего такого не беспокоит думаешь ничего себе как так две реальности противоположные прям то есть это вот интересно наблюдать за этим вы сказали что как минимум на второй неделе то есть сколько там пробыли и чем там занимались мы были там 14 дней ровно ну примерно там работа была в госпитале то есть там привозили бойцов непосредственно с передовой то есть он попадал впервые он попадал к нам то есть его по дороге там возможно где-то обезболили где-то там стабилизировали давление или на там самый простой потом он попадал к нам наша задача была сделать первопринять его чтобы с ним все было хорошо вызвать нужного нам врача а в зависимости от травмы и самое простое и первое что мы делали это снять одежду если человек ранен куда-то то есть это очень большая сложность потому что нельзя допустим если он ранен в руку снять очень очень тяжело снять например куртку потому что уже холодно было достаточно то есть приходится резать а где-то же нажимаешь попадаешь на рану то есть бойцу больно и то такое не самое приятное зрелище казалось бы то есть это в лучшем случае если просто ранение иногда бывало так что человек приезжал бесконечности и у нас один из волонтеров в обморок упал от увиденного то есть его потом отправили в другом мимо нашли работу другую то есть он не смог смотреть на такие вещи а сколько вас волонтеров в первую поездку поехали помимо вас с города с нашего да да с двое вот я и мария пудовкина а в целом а в целом нас выезжала со всех регионов получается да там приезжали даже благовещенска был один молодой человек а в первой командировке наверняка удалось поговорить с бойцами как-то изменилось наверное тот гуманитарный груз который везли или в принципе да что насколько отличалось то что везли во вторую гуманитарную поездку от того что везли в первую на самом деле в принципе все одно и то же потому что в госпиталях большое количество раненых приходит и нужно всех одеть обуть то есть это первое второе во вторую поездку мы повезли нам нас попросили просто взять с собой еще это получается не мы покупали это какое-то медицинское оборудование по весу я бы не сказал что тяжело но сказали стоит очень дорого просто попросили его взять а так у все в принципе то же самое и по еде в принципе манька им что-то не брали такого потому что это может испортиться единственное что вот вторую поездку мы когда выезжали у нас так получилось что мы ехали четыре волонтера люди все взрослые самым скажем так ютем был из всех это и а эти люди там один человек волонтер надежда николаевна она секретарь партии единой россии то есть там они по своим там через своих кто-то там бабушки пирожки напекли бойцам вот второй со мной человек поехал тариков николай николаевич директор кадамского технологического техникуму если это технологический техникум там обучают на поваров там они тоже чего-то наготовили то есть мы ехали почти как выездой ресторан у нас было все и мы приехали бойцам а мы жили с врачами в одном кубрике с николай николаевичем то есть такая комната 6 кроватей там врачи были врачи тоже военные кто-то добровольно пришел вот и мы с ними поделись ингрид говорит вот это мы в шоке говорит вы первые кто приезжает с собой говорит и привозит даже готовить ничего не надо знай наших ну вот а что нужно бойцам что можно принести бойцам что можно купить бойцам и куда принести чтобы это было доставлено туда ну у нас есть народный фронт куда вот если начинать с последнего куда можно пристили это народный фронт это сейчас я не знаю ну у нас вроде когда идея штаб единой россии есть вот он у нас находится за троном вот туда тоже можно насколько я знаю люди часто приносят а что принести ну например одежду допустим там элементарные даже тапочки все пригодится там кто-то приносит сгущенку тушенку это тоже сгущенка тушенка конечно никогда не испортится она это продукты которые могут храниться очень долго и если туда привозят там где-то бойцам отдают в руки где-то просто вот как в луганске было то есть там на пункте приема раненых привозят там стоял большой столбус а то то печенье всякое такое ложим потому что бойцы только приехали им покушать хочется там кофе попить наверняка удалось пообщаться с бойцами там что в первую что во вторую поездку вот да расскажите об этом впечатление в первую как приехали туда то есть она столкнулись с реальностью а такой что боя боится приезжает ему не до чего то есть он если хорошо не все конечности на месте а если у него что-то чего-то не хватает скажем так у него по ощущению знаете кого-то глаза направлены внутрь вот ты с ним разговариваешь а он уже ему все равно то есть у него для по нему видно что для него жизнь как бы закончилась и вот это самое печальное было а так бойцы радостные у нас один простой случай был приехал боец мы поставили дренаж у него в легких скаплива жидкость пневмоторок вот и он мне на второй день он идет у него с баночка такая дренаж выведен именно коляске он ездил он идет он меня увидел в коридоре я другого бойца на рентген вел он вскочил с этой коляски подбежал обнял меня так я думаю все мне позвоночник сломает он настолько вот счастлив был меня увидеть это просто и потом как постоянно с него в коридоре сталкивались разговаривали там надо даже часами ты второй был мой такой товарищ до сих пор общаемся с ним он в пятнашке бывший бывших не бывает он полковник в отставке поехал воевать еще в пятнадцатом году туда со северной осетии ты мы постоянно с ним там разговоры не разговоры он все уже в донецк переехал окончательно с владикавказа нужно такое война закончится жду в гости что или в владикавказ или в донецке не вопрос приедем вот такие вот ребята все это позади на позитиве на самом деле то есть там унывать наверное просто нельзя позитивные радостные всегда даже несмотря на то что там где-то ранение есть он все равно сидит улыбается счастлив что он попал хотя бы хотя бы просто живой нормально а как-то вот это такая хорошая позитивная атмосфера поддерживается не знаю каким там может быть какие-то мини-концерты устраиваете может быть что-то вот такое в таком плане туда часто приезжают на самом деле разного рода артисты и даже от местных какие-то объединения музыкантов иногда приезжают люди там вот в донецкую больницу газманов приезжал насколько я знаю в которой мы работали в луганске у нас получилось так что-то приехал при 23 февраля из стулы концертная группа они только закончился концерт по рации передают ракетную опасность мы спускаемся в бомбоубежище сидим они то артисты что первое могли спасти они конечно с собой взяли гитары и один взял баян вот там несколько часов сидели они там песни пели с ранеными такая атмосфера была хорошая потому что сидеть надо было что вот там часов по пять сидишь не то что страшно но просто уже становится скучно вот холодно бетонные стены сидишь и ждешь чего-то непонятно чего то есть там там тишина как правило то есть или кто-то уже спит ему все хорошо и слышно с улицы там холодки там срабатывает сбивает что-то или одно там где-то само если они его понимают что она допустим тит в никуда это и пусть он улетит она упадет в поле например и все такой вот а концертная группа да то есть люди приезжают поднимают настроение бойцам только вот чисто мое мнение когда туда приезжают и поют песни о войне на войне то есть как бы бойцам это не они так это видят постоянно зачем им об этом лишний раз напоминать а и наверное лучше исполнять какие-то песни связанные наверное с семьей с домом что-то вот такое отвлекающее от этого а иногда они часто приезжают и еще добавляют то есть наверное это чисто мое мнение не знаю может я не прав но мне кажется что надо как-то по-другому делать а если планы на предстоящие поездки собираетесь ли снова да сейчас впереди сессия после сессии там летние каникулы конечно мы планируем у нас вот после последней поездки сортировалась такая команда вот надежды николай николаевич они то есть горят желанием опять поехать а вот надежек николаевна уже в третий раз поедет ккая и они планируют и я говорю да я опять они мне позвонили вот недавно к искала человек говорит как планируешь не планируешь инвirimдают Он говорит, ну, я планирую отпуск, там мне как раз подойдет. И говорит, отпуск проводим. Я говорю, все, отлично, договорились. Насколько люди ответственные, что они взяли в счет своего отпуска, то есть взяли отпуск и поехали туда. Мало таких, наверное, людей, кто вот так вот, может, казалось бы, в отпуск надо там дома отдохнуть, полежать. Нет, эти люди взяли, собрались, поехали на весь свой отпуск. Мы приехали 23-го уже вечером. И 24-го, не 24-го, а воскресенье было, а 25-го они уже вышли на работу. То есть они весь отпуск провели и проработали, казалось бы, не отдыхая. Куда на новую командировку? Донецк, Луганск, новая точка? Ну, мы, наверное, вернемся к своим же ребятам в ЛНР. То есть мы со всеми на очень крепкие связи сложились. Мы периодически передаем какие-то презенты, когда наши волонтеры туда едут, потому что мы всех уже так сроднились, наверное, за эти две недели. Тем более это все, в основном, бойцы из Рязани. Как-то со своими, что ли, с земляками. Сейчас частенько бывало, то есть там, что ты с кем-нибудь разговариваешь, ну ты откуда? Я говорю, ну я с Рязани. Он такой, ну я с Касимова, там, или я с Шилова. Почти земляки. К своим. Наверное, поедем опять к своим. Роман, спасибо большое, что стали гостем нашей передачи, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова